Большинство уличных собак и кошек это некогда выброшенные на улицу домашние любимцы или их незапланированное потомство. Численность их растет, а вместе с ней и количество несчастных случаев. И если безответственность человека проблема нерешаемая, то бездомные стаи собак можно контролировать. Стерилизация бездомных животных это гуманное регулирование численности тех же самых бездомных животных. Это нужно для того, чтобы на улицах города было меньше бездомных животных, брошенных, щенков, агрессивных животных. Стерилизация нужна для того, чтобы скорректировать поведение животного, потому что самка нестерилизованная, она охраняет свое потомство. Самец, он охраняет свою территорию, впрочем, как и самка. Бездомное животное можно стерилизовать бесплатно. Достаточно лишь обратиться в службу благоустройства или к волонтерам. Собаку заберут, сделают простую операцию, выходят и выпустят. Такие животные обследованы, привиты от бешенства и инфекций и носят специальную бирку в ухе. Яркая клипса – это знак того, что собака не опасна для человека и не подлежит отлову. А серийный номер поможет найти куратора. Но и здесь возникают сложности. Мы пытаемся контролировать, смотрим, как она там прижилась, живет животное. Стали замечать, что у некоторых собак срезают бирки. Хотелось бы донести до населения, что этого делать не нужно, потому что собака беркованная, ее видно, и люди уже знают, что она стерилизованная. По словам ветеринара, клипса не опаснее сережки. Она безвредна и не мешает животному. Но если у бездомной собаки замечено воспаление уха, можно обработать рану самостоятельно, либо обратиться к ветеринару. Достаточно лишь промыть рану, убрать лишнюю шерсть и продезинфицировать. Как показывает практика, собаки с бирками спокойно доживают свой век во дворах под присмотром местных, кураторов и детворы. Такая стая живет и в Долиновке. Местные жители ухаживают за своими уличными питомцами, дают им имена и строят жилье. Живу здесь уже, как военные были, 32 года. И всю жизнь здесь были с нами собаки. Я их очень люблю, даже не столько люблю, может, жалею, что их люди выбрасывают. Но они поселяются здесь, их туда завозят. И мы их спасаем, кормим. А теперь, слава тебе, Господи, стали стерилизовать. Всего на свободу выпущено уже около 80 таких собак. Некоторые из них будут рады найти своего человека, а другие уже привыкли жить на воле. В любом случае, такая собака не будет проявлять агрессии, разносить инфекции и бесконтрольно размножаться. Мария Нитребенко, Александра Радченко и Антон Скрипаченко. Информационное агентство «Камчатка». Мария Нитребенко, Александр Радченко, Александр Радченко.